Таких вот червячков разводят некоторые люди. Зачем они это делают? Делают, потому что это очень выгодный корм для некоторых животных, и не только. Потому что во многих странах, как азиатских, так и европейских, это считается едой, это считается деликатезом. И это едят. Значит, это личинка зоофобоса. Жучка я покажу потом дальше, то, что получается из этой личинки. И сейчас расскажу, как их разводить. Это уже подрощенные личинки, и они готовы вполне к употреблению. Можно давать, например, агамам, экзотическим ящерицам. Также можно давать птицам, курицам, как хорошая подкормка. Они содержат белки и многие полезные вещества. Так, ну, об этом всё можно почитать в интернете. Так, как я о том, как их разводить, покажу на примере, и покажу так, как это делаю я. Значит, когда вот такие вот червячки подрастают уже примерно до такого размера, это полностью они уже выросшие. Они готовы к употреблению, а также готовы к окупливанию. Чтобы они начали окупливаться, превращаться в жуков, готовых к размножению, их надо рассадить отдельно по, к примеру, таким вот маленьким стаканчикам. Вот, смотрите. Потому что они лучше окупливаются, а некоторые утверждают, что, в принципе, только в одиночку окупливаются. Многие не сыпят им ничего, чтобы они уже окупливались, но я сыплю, вдруг захотят ещё покушать перед столь важным процессом. Сперва они ползают, ползают в стаканчики, а потом, например, как вот этот, начинают впадать в сонную стадию. То есть, они уже готовятся окупливаться. Проходит несколько недель, я думаю, когда, как, в зависимости от температуры, и они превращаются вот в такую вот куколку. Видите, она живая или он? И готов уже превратиться в жука. Проходит где-то ещё неделька, опять же, в зависимости от температуры. И такая вот куколка превращается вот в такого вот жучка. Это уже взрослая, половозрелая особа, готовая к размножению, готовая откладывать яйца и давать следующее потомство. Видите, одни жучки коричневые, одни чёрные. Это одни и те же жучки, просто как только они превращаются в жука, они такие коричневые, мягенькие более или менее. проходят ещё некоторое время, и они становятся чёрными, готовыми уже к спариванию. Далее, чтобы продолжить разведение, развитие мы получившихся жучков, вот таких вот, скидываем всех вместе в такую подготовленную нами посуду, что ли, ящичек. Что мы ложим тут? Мы ложим тут солому. Это как делаю я. Я так делаю, у меня всё получается, некоторые делают иначе, поэтому можете сравнить. Далее, надо кинуть им сюда, например, морковка или капуста, сочные корма. Далее, обязательно жучкам нужна водичка. Такую вот можно вырезать баночку, положить сюда тряпочку, чтобы они, не дай бог, там не захлебнулись, могли вылезти. И также с вот этим содержимым мы чёрных жучков, именно чёрных, уже кидаем всех вместе. Вот в такой вот ящичек может влезть около 100 жуков. 50, 100, у них всё будет хорошо там, разберутся. Почему кидать только чёрных? Потому что ещё коричневые они не совсем окрепли, и чёрные могут им как-то навредить. Поссориться они смогут там, подраться и прочее. Поэтому надо уже кидать готовых, полностью созревших чёрненьких жучков. Это потом я накидаю. И что далее? Они там будут лежать, жить, спариваться около недельки-двух, желательно две. При хорошей температуре. Хорошая температура, это как для личинок, так и для жуков. Это больше 20, ближе к 30 градусам. Они тогда хорошенько, быстренько растут. Бывали случаи, что они развиваются и при менее, чем 25 температур. Но это происходит намного хуже. Столько воль жучков. Так, чем кормить самих червяков? Вот они тут ползают, лазят. Их кормят. Во-первых, сочные корма. Это капуста. Летом это могут быть одуванчики, подорожники. Даже лопухи едят. В принципе, они всеядные. Но тоже не надо кидать, в принципе, что попало. Так же, какие-то я, например, кидаю зерновые под корма. Они хорошо растут, набирают вес и будут полезным кормом. Так же, я им кидаю сено, солому. Они все это съедают. Некоторые кидают опилки или прочее. Но так делаю я. Попробуйте, у меня все получается. То есть, значит, из таких вот жуков пройдет 2 недели. Они спарятся, отложат яйца. И потом их надо будет отсюда убрать. То есть, в следующий такой ящичек. И они там дальше будут продолжать спариваться. Еще откладывать яйца. И так далее, и так далее, и так далее. А этот ящичек оставить. Пусть себе стоит в тепле. И через время там появятся маленькие-маленькие из этих яиц еле заметные червячки. Которые постепенно, по мере хорошего кормления и хорошей температуры, будут превращаться в таких вот толстяков. В принципе, они не должны кусаться. И меня не кусают. Хотя зубки у них крепкие. Когда кормят, например, некоторых ящериц, то стараются, мелких, стараются им отрезать голову, чтобы они не прогрезали желудок ящериц. Так что, можете попробовать разводить, подкармливать, как птицу, домашнюю, может быть, какого-то попугая. Может быть, птицу, селихозхозяйственную, гусей, кури. Это будет хорошая им питательная добавка, чтобы они росли. Также ящериц, агам, гекконов, хамелеона можно давать и прочим. Ну и, может быть, если вам захочется какого-то экстрима или экзотики, посмотреть какой-то рецепт экзотической кухни. И поджарить грамм 300 червячков себе. Кстати, в модной передаче «Мастер-шеф», ну, по крайней мере, как на меня, довольно-таки популярная. Тоже готовятся такие вот червячки и считаются довольно-таки интересным блюдом. Вот, вроде бы, все рассказал. Температура, время. Время может, их развитие растянуться на разные периоды. Все зависит от температуры, от кормления, от питания, от прочих-прочих-прочих. В идеале это температура 25-27 градусов, вот так вот, ближе к 30. Сочная корма, чтобы у жуков была всегда вода. Также доставать жуков где-то через неделю-две после того, как они спарятся уже. И чтобы они не поели своих же личинок, не попортили их и прочее. Вот, если что-то забыл сказать, допишите в комментариях. Это будет полезно и мне, и тем, кто, может быть, еще просмотрит это видео. Вот. Так, что у меня тут еще куколки где-то есть, пока еще не окуклились. В принципе, из того, что я разводил, это одно из самого, которое такое неприхотливое. Даже если я там что-то где-то забыл им дать, потом вспомнил, дал, и они покушали, и все нормально. Все будет хорошо у них. Главное, чтобы не было холодной. Вот. Жучки. Так, и еще, и еще важно, чтобы вот это вот все дело накрывать, потому что жуки могут повылетать. У них есть такая способность повылезать. У меня есть крышечка, сейчас накрывать не буду. Все это делается вручную, не сложно, и интересно, и полезно. Так что делитесь своим опытом, кто уже разводил, как он делает это. Я это делаю так, и оно получается. Всего доброго.